когда пропадает простите возвращаясь к пониманию напишет а вот ну давайте я выключу комментарии потом я включу минут через десять и посмотрю будет ли лучше или будет ли хуже так вот возвращаясь к слову породистые дорогие друзья породистость в отношении человека не имеет никакого отношения не к фашизму они к животным которых многие приводили в пример отнюдь а если вы откроете столковый словарь ушакова вы обнаружите в нем что слово породистый в отношении человека всего лишь означает выдающийся и ничего другого всем своим существом обнаруживающий собственное происхождение и это слово является большим уважением к тем людям которые вас когда-то родили и которые что-то для этого сделали и гордиться собственной семьей и собственным родом и своим происхождением ни в коей мере не является никаким высокомерием скорее отнюдь гордыней является не гордиться своей семьей и упрекать других в том что они гордятся это то о чем я предлагаю подумать людям которые упрекнули меня в том что свою семью я назвала породистой отнюдь я благодарна за то что я в ней родилась когда мы говорим о собственной породистости это отнюдь не про фамилии или по крайней мере не в первую очередь хотя безусловно на свете есть семьи чья порода передается из рода в род через поколение в поколение это люди которые очень много чего делают для того чтобы эта порода передавалась в россии таких семей она собственно говоря их пвкш или после революции это достаточно понятно мы говорим сейчас не об аристократии которая существовала когда-то мы говорим о том когда одно поколение старается сделать что-то для следующего а потом еще для следующего а потом она умирает и поколения продолжают это нести порода это кровь это сила которая течет внутри вас если вы ее не осознаете то вы просто не осознаете ли вы ничего не сделали для собственного существа для того чтобы эта порода сквозила сквозь ваши собственные черты лица ни одного человека нет запрета на это это просто сила которую выбрали или нет использовали или нет это абсолютно ваша человеческая воля человеческое решение и если возвращаться к теме дефицитарности о которой я все-таки планировала сегодня говорить пускай в контексте роскоши то очень важно задуматься о том что большинство людей абсолютно атрофированная сущность даже если сейчас кто-то напишет про меня что это якобы фашизм евгеника и неуважение к другим отнюдь нет это просто реальность нашего бытия мы живем в мире людей которые ничего не сделали для того чтобы удерживать свою душу на месте их сущность совершенно не проявлено они живут свой день сурка или они живут какую-то свою абсолютно механистичную жизнь может быть они даже удовлетворены в этой жизни и слава богу если так но их сущность не раскрыта по-настоящему это и есть по сути предназначение которых может быть очень много и которые человек может никак не использовать и только в редких случаях он будет получать за это совершенно точно по шапке а в остальных случаях он просто не будет большинство людей это конечно подавление самого себя это отрицание когда мы говорим нет 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 это не так это не на самом деле и мы закрываем глаза нет мой муж не алкоголик или нет я не ленивая жопа но тем не менее мы просто отрицаем реальность мы никак не хотим быть связаны с ней и посмотреть честно самому себе в глаза это однозначно проекция когда мы придумываем что-то про других то что несем внутри самих себя это может быть как позитивная проекция так и негативная проекция люди чаще пользуются негативной проекцией например они пишут в комментариях вы высокомерная тварь на самом деле они просто сами внутри самих себя не дают другим людям право на свое отдельное существование бывает еще и позитивная проекция когда нам кажется что у нас нет какого-то качества она есть у другого человека механизмом позитивной проекции особенно любят пользоваться женщины когда они находят себе мужчину который воплощает ровно все то чем они сами могли бы быть затем они в это влюбляются может быть даже они хотят выйти за это замуж но ни в коей мере они не готовы развивать это внутри самих себя им кажется вот этот человек такой волшебный такой замечательный он на свете все может самом деле это они такие волшебные замечательные просто признавать они это не хотят потому что нет ничего на свете страшнее чем реализовывать собственное предназначение и собственное призвание поскольку это связано с огромным риском еще один механизм это рационализация а когда мы пытаемся все как-то рационально объяснить причина следствия очень часто мы скорее путаемся в этих понятиях и не понимаем что из чего вытекает при этом нам кажется что мы все внутри самих себя решили и все правильно делаем если у вас не работает значит вы неправильно делаете или неправильно решили ну и классика это инфантилизм это когда мы хотим быть маленькими чтобы санта клаус принес нам подарок под елку а я для этого делать ничего не буду делать для этого не хочу и да абсолютное большинство людей живут в инфантильном состоянии причем не только женщин которые хотят сесть на шею поехать и ничего не отдавать для этого и многих порвало еще и на комментарии что хорошего партнера надо заслужить как так надо заслужить как будто бы любовь надо заслуживать отнюдь то это именно так от любви надо вырасти и породистой женщине нужно вырасти до породистого мужчины точно также как породистому мужчине нужно вырасти до породистой женщины иначе у этих двоих ничего не получится инфантилизм характерен естественно но не только для женщин для мужчин тоже а и мы можем это сплошь и рядом наблюдать когда люди попросту не хотят брать на самих себя ответственность за собственную жизнь на те блага и на те плоды которые они в этой жизни имеют им кажется что кто-то должен прийти и решить этот вопрос будь то государство будь то какие-то другие люди будь то богатые люди к один из комментариев был про то что бедный потому такие бедные потому что богатого не все отобрали это не то чтобы так отчасти это так связи с капиталистической культурой мы действительно имеем эти пресловутые пять процентов населения которые владеют девяносто пятью процентами богатств мира однако при этом есть еще другое достаточно значительный срез процента населения земли которые все равно имеют достаточно хорошие деньги это могут быть очень большие деньги может быть это не миллиарды долларов бесконечные может быть они не вершат судьбу мира но они живут в достатке и с точки зрения той же самой астрологии практически нет людей которые не могут жить в достатке скорее мы говорим о том что практическое большинство людей никаким образом не реализуют собственное предназначение для того чтобы проживать собственную судьбу давайте мы включим на минуту комментарии и посмотрим стало лучше или хуже и пусть кто-нибудь будет так добр чтобы ответить мне стала ли зависать или перестала зависать в контексте вопроса если в контексте вопроса про дедушка успешно а я пока нет так это просто пока потом поймите пожалуйста что роскошь и вот это внутреннее движение к реализованию к реализации собственного потенциала не имеет никакого отношения или имеет только частичное отношение к карьере и если ваш прадедушка был генером генералиссиума самого нет это не означает что вы обязаны им быть вы обязаны реализовывать то что внутри вас вот это и есть самое главное очень зависает друзья ну видимо тогда я наговорю а потом мы спокойненько зальем эфир в гтв и его можно будет пересмотреть но некоторым все хорошо возможно ретроградный меркурий благоволит одним и они очень добрых другим и так некоторым стало лучше поэтому давайте выключим комментарии снова и включим их в конце откуда инфантилизм берется я несколько слов скажу если просто предположить то что наша внутренняя дефицитарность о которой я написала в посте когда мы чувствуем что нам чего-то не хватает не хватает реализации каких-то своих желаний для нам в принципе не хватает чего-то внутри себя или когда у нас есть такая некая жертвенная абсолютно позиция и мы находимся на месте которое попросту можно назвать бедный или бедная я некоторые родители даже так выражают любовь они гладят своих детей говорят бедный ты мой а или бедная ты моя девочка им кажется что такое мне не хватает мне не хватает это на самом деле низкий уровень бодрствования то есть на уровне головы мы конечно описываем это чем мы сейчас с вами говорим не про любовь мы сейчас говорим с вами про материальные блага если вам не хватает какого-то любимого человека который вас тоже любит это отдельная совершенно позиция да потому что это про а двоих которые становятся одной плотью это очень понятно с точки зрения любого вероисповедания но если мы говорим о том материальном которое мы хотим иметь и чему собственно говоря посвящено деньги предназначения то мне не хватает это низкий уровень бодрствования и проявленности самого себя человек или думает что ему не хватает чего-то вовне для собственного счастья или ему кажется что ему не хватает чего-то внутри для того чтобы это достичь причем не просто кажется а он глубоко внутри самого себя убежден что ему не хватает и не будет хватать очень часто люди не предпринимают даже никаких усилий для того чтобы начало хватать у них нет какого-то навыка они ничего не делают для того чтобы этот навык появился или у них не хватает действительно может быть хорошая физическая форма они не делают ничего для того чтобы эта форма возникла им не хватает ресурса для достижения цели но они не делают ничего для того чтобы этот ресурс поиметь или для того чтобы перестать постоянно разбрасываться собственными ресурсами что люди тоже любят делать и многие на самом деле вы имеют проблему не в своей энергетике да не в том что им не хватает энергии чувств мыслей или образованности они просто похожи на такое сито да или как на дуршлаг их энергия постоянно утекает не в то русло а потом они удивляются почему им не хватает энергии для достижения собственных целей хотя их попросту поджрала собственное окружение или они потратили свою энергию в никуда собственно говоря поэтому я в том числе написала что один из признаков русскоши то не общаться с людьми которые вам не нравится потому что тогда вы на них не тратитесь и речь отнюдь не только о деньгах когда у человека есть это чувство дефицитарности то все равно абсолютное большинство в глубине себя чувствует внутри что есть что-то большее чем я обычно это вызывает ощущение глубочайшей тоски или меланхолии или агрессии или злости на самого себя так как будто бы внутри меня что-то есть но я не могу до этого достучаться но поскольку идти этой дорогой достаточно трудно большинство людей начинает выражать эту агрессию вовне им кажется что нужно злиться на близких нужно злиться на окружающих или нужно непременно прямо сейчас выскочить замуж для того чтобы кто-то решил мои собственные проблемы и мне не пришлось идти искать то что называется предназначением внутри самого себя мне не нужно искать меня вот роскошь если мы будем описывать ее не с материальной точки зрения роскошь это отнюдь не обязательно шанели отнюдь не обязательно кортье отнюдь не обязательно дорогой автомобиль хотя на каком-то материальном уровне благо если при этом вы совместили свое духовное развитие вы действительно можете легко пользоваться любыми вещами при этом в этом не будет никакой демонстрации это просто естественная часть себя это точно так же как помните это дивное стихотворение люди читают жопой где пишут что ешь пельмени тебе пишут а в ответ какая ты негодная тварь на самом деле а вы можете например а заметить как если бы вы ели омлет выложили этот омлет в сеть и кто-нибудь вам напишет а в африке голодают дети все то же самое касается любых других материальных благ если другой человек пользуется материальными благами еще не означает что он вам их демонстрирует означает просто что он так живет а вот все остальное это ваш контекст конечно это не всегда так это не всегда так потому что есть два пути достижения материального богатства первый путь это примерно как если бы вы перешли на темную сторону силы и стали таким дартвейдером у вас нет вообще никаких моральных ограничений вы управляете темными ситхами все да вы делаете то что вы хотите совершенно не переживаете о какой-то моральной ценности каких-то последствиях у вас нет того что называется совесть причем совесть это не маленькое понятие да когда кому-то чего-то чуть-чуть причинил а нет такой совести в размахе человечества то есть вы не служите ничему хорошему внутри самих себя такие люди действительно могут спокойно себе наживать большие блага и блага опять таки это будет скорее подменное понять они будут наживать деньги они будут делать это из жадности они будут спекулировать они будут например повышать цены на маски когда мы покупали маски во время первой волны самоизоляции для больниц эта цена примерно за три недели выросла в десять раз это называется спекуляция и так тоже можно делать деньги для вселенной на самом деле абсолютно все равно на какой стороне силы вы являетесь если вы действительно укоренились на темной ну как бы вы на ней укоренились вы там себе и развиваетесь как говорится у каждого есть свобода воли отнюдь не всем это подходит слава богу да потому что отнюдь не все травмированы настолько сильно второй путь это когда мы развиваем свое собственное сознание и совершенствуем самих себя и вот там роскошь будет проистекать совершенно из других критериев материальные блага тоже будут проистекать из других критериев мы будем тогда говорить о роскоши как о некоем человеческом капитале по сути капитале отнюдь не только денежном потому что деньги просто идут следом это человеческий капитал будет состоять из талантов из трудолюбия но и для того чтобы чего-то стоить как мать или для того чтобы чего-то стоить как муж а другие не делают почему-то нам кажется совершенно нормальным сказать о боже так он так плохо со мной обращается сказать о боже не такая плохая для него жена нам не хочется нам не хочется признавать что может быть как только вы убираете эти заборы вы можете энергетически физически реально занять другое пространство особенно если вы соединяете это с действием это примерно как мы выходим на новую ступень развития мы изменяем что-то внутри своей головы если чудес будет разрушена и икроп опустился вниз вот это примерно об этом если вы не верите что это для вас возможно она с вами и не произойдет она не будет входить в ваше пространство это конечно про подсознательное тоже потому что можно головой верить или хотеть иметь деньги можно головы хотеть быть в любви но если внутри себя вы говорите нет это невозможно для меня оно не случается особенно если вы ничего не делаете для того чтобы чего-то стоить для того кто придет роскошь это однозначно образование и роскошь это однозначно язык то о чем вообще многие как-то не упоминают или многие не задумываются но это те две те две фигуры которые кардинальным прямым образом влияют на ваше благосостояние да напоминаю есть люди которые вот там находится в этой или темной стороне ситхи хотя безусловно для меня они тоже не без мозгов а отнюдь наоборот иногда с очень хорошими мозгами а есть конечно люди из разряда дуракам везет а есть конечно совершенно безмозглые курицы которых вывезли в куршавы ровно именно потому что они ни о чем не думают именно этим мужчинам именно такая курица и нужно на данный период времени так тоже можно но во всех остальных случаях мы говорим все-таки об образовании и о языке образование по сути расширяет вам вашу ментальную картину мира помимо того что она заставляет ваш мозг вообще как-то функционировать потому что мозг это мышцы и и надо прокачивать думать о том что эту мышцу качать не надо точно не стоит иначе как говорится можно дожить до альцгеймера а но а если мы говорим о языке а то речь отнюдь не обязательно о том чтобы владеть огромным количеством языков владеть и хотя бы своим почему это было так важно испокон веков уметь читать почему читать запрещали испокон веков а ровно потому что это владение языком и глубокое понимание языка дает возможность обретать знания а возможность обретать знания дает возможность обретать умения помимо еще этого обрести понимание, то есть найти некий ключ к сути вещей. И когда мы не умеем разговаривать, огромное число людей не умеют разговаривать, не понимают слов, они не могут описать собственные чувства, они не могут назвать то, чего они хотят. Это и есть ключ, потому что вначале было слово, и слово было у Бога. И пока вы не определили для чего-то форму, пока вы не можете выразить это словесно, пока вы не можете самого себя описать словом и свои чувства обозначить словами, и пока вы не понимаете, что за этими словами может стоять другой смысл, на самом деле вы отделены от жизни. Вы как те мудрецы, которые пытаются описать слона с разных сторон. Или как пара, где один говорит одно, а второй говорит то же самое, но другими словами, но они не могут понять друг друга, потому что они не понимают языка. Роскошь – это, конечно, для меня, по крайней мере. Это ментальная способность, которая позволяет человеку любого достатка, даже из самой нищеты, достигать того, чего он хочет за какое-то количество времени. Время – это, конечно, тоже роскошь. И абсолютно все люди, которые начинают делать деньги, в какой-то момент к этому приходят. Они приходят к этому посредством делегирования, да, не потому что им лень что-то делать, а потому что они ценят свое время. Они приходят к этому, назначая цену, да, потому что они понимают, они глубоко внутри себя понимают, что я это время, например, могу провести с ребенком. Я не хочу проводить это время на работе, и если вы хотите получить меня, заплатите за это деньги, которые будут для меня и для моей семьи хоть как-то соизмеримы с потраченным временем. Это отнюдь не про жадность, это просто про ценность самого себя. И однозначно, когда мы понимаем эти вещи, можно преодолеть совершенно любые экономические трудности, любые просто дав самому себе время. И говорить мне о том, что нельзя, не нужно, потому что когда-то эти экономические трудности у меня были, и были, может быть, гораздо в большей степени, чем у большинства. Это вопрос времени и вопрос того, что вы приложили для того, чтобы пройти. Роскошь — это еще и понимать, что ничего не дается нам просто так. Это то, что абсолютному большинству людей не нравится. Им хочется волшебную таблетку, им хочется запустить кораблик в небо, им хочется как-то пофантазировать для того, чтобы что-то произошло. Но роскошь — это понимание того, что есть такое явление, как космический меркантилизм. И никуда вы от этого космического меркантилизма не денетесь. И для того, чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Абсолютно все вещи в природе взаимосвязаны, точно так же, как человек взаимосвязан со Вселенной. И для того, чтобы что-то обрести, ему нужно что-то отдать. Конечно, есть вещи, которые нам положены по судьбе, и можно не вдаваться в объяснение, почему они нам положены по судьбе. Но для больших вещей по судьбе нам все равно нужно сначала отдать. У вас, может быть, сколько угодно в ваших небесных скрижалях, например, записано, что вам положен по судьбе какой-то волшебный супруг, и он живет, допустим, на соседней улице, и, допустим, у него есть двое детей. Но если вы считаете, что ваш супруг не может жить на соседней улице, а живет, например, непременно в другом городе, или что ваш супруг обязан быть бездетным, потому что вы не готовы заботиться о его детях, вы никогда его не получите, даже если он на небесных скрижалях записан. И вам придется заплатить для того, чтобы получить его, заплатить трансформации самого себя, как минимум. Максимум там может быть много чего. Так вот, если понимать это явление космического меркантилизма в природе, то любое благо, материальное благо, денежное благо в том числе, потому что деньги — это, в первую очередь, энергия, а не бумажки, на которых они напечатаны. Так вот, если это понимать, то наше благо будет формироваться от нашей заслуги. Это не значит, что одни люди заслужили, а другие — нет. Нет — не значит, потому что, опять-таки, есть профессии, где мы встаем на какие-то рельсы и говорим, например, я буду врачом, я буду принимать роды в бесплатном роддоме, я буду получать эти деньги — это цена вопроса, которую человек платит. Но при этом этот человек может и может, и может, и я абсолютно убеждена, что любой может взять и прокачать что-то внутри самого себя для того, чтобы, может быть, стать какой-то особенной акушеркой, для того, чтобы что-то изобрести, для того, чтобы что-то сделать или для того, чтобы давать этим роженицам что-то такое, за что они будут готовы платить, если ему нужны деньги, если он хочет это получить. Если же он говорит, мне важнее оставаться на этом месте, то это его цена, которую он платит, и перед этим можно только склонить голову. Всё. Но это всё равно выбор человека. Иногда это выбор без выбора. Тогда это про призвание, да, когда человек остаётся просто потому, что он не может реализовывать себя в другом месте. Это призвание. Но при этом человек будет абсолютно счастлив, и это счастье он не может купить на деньги. Для всех остальных роскошь будет реализовываться, и материальные блага будут реализовываться, если описывать их психически, через соединение с очень разными качествами внутри самих себя, помимо деятельности вовне. Я напоминаю, речь не идёт о том, что вы фантазируете о материальных благах, лёжа на диване. Так вот, эти психические явления в живой природе и внутри самого человека можно описать как мир, можно описать как любовь ко всему сущему, можно описать как любовь к противоположному полу. Однозначно это будет такая внутренняя соединённость с самим собой и с чем-то большим снаружи самого себя. Однозначно это будет честь, достоинство, а это будет внутренняя сила. Так вот, когда человек соединён со всем этим и собственным уровнем счастливости, и начинает вкладывать всё это вовне через собственные действия, тогда, по сути, он покупает что-то у мира, потому что он бесконечно этому миру отдаёт. Именно так работает эволюция. И нужно просто обладать этой определённой заслугой для того, чтобы у мира что-то брать. И быть способным у мира принимать, потому что это тоже большая проблема. Многие осуждают роскошь в любом её проявлении, просто потому что они способны её принять. Точно так же, как некоторые осуждают добрых матерей за то, что они хорошо относятся к своим детям, и говорят, им нужно бить своих детей розгами, просто потому что они не способны в силу своей травмированности и пережитой боли принять доброту. И всё точно так же работает и с деньгами тоже. Когда мы понимаем, что у нас могут быть какие-то большие цели, просто нужно иметь это постоянно в виду, что чем грандиознее цели, чем масштабнее ваши цели относительно вашей точки сейчас, тем больше вам придётся заплатить. Это не означает, что это будет трудно. Это не означает, что это будет больно. Это означает просто, что нужно будет что-то от себя отжать. Примерно как мать платит болью за то, что рожает ребёнка. А может быть, она платит болью, пока... Никогда не хотел бы как-то поторговаться в этой цене, когда держит своё дитя на руках. Так вот, если просто хотя бы начать вмещать в себя, что для того, чтобы иметь деньги, вам нужно совершить большую кропотливую работу внутри самих себя, а не перестать себя, а не осуждать себя, да, или не ждать от других, что другие вам это на блюдечке принесут, тогда вы выходите на совершенно другой уровень. Это работает в том числе даже с блюдечком, потому что для того, чтобы мужчина принёс вам деньги на блюдечке, вы должны ему что-то за это дать. И дать ему за это секс – это самое скучное, что можно предложить мужчине, особенно в современных реалиях. Хотя по факту достаточно много общаюсь с мужчинами в силу того, что я с ними дружу, или в силу того, что есть у меня в профессии, да, и мужчины тоже приходят. Я могу с большим утверждением сказать, что найти хороший секс для мужчины очень трудно, потому что абсолютное большинство женщин не умеют им заниматься. И мало чего делают для того, чтобы научиться хоть как-то понимать, как это делается, и как вообще чувствовать мужчину. Ну, давайте немножко комментарии. Про предназначение. Так оно есть или как? У нас был эфир про предназначение и призвание, и я объясняла, что у каждого человека есть несколько предназначений, и когда мы их складываем, мы начинаем реализовывать призвание. Как таковое одно единственное призвание отнюдь не у всех людей есть. Это неплохо, да, это не делает одних лучше, чем другие, да. Если вы врачи, вы ползете по фронту, потому что вам нужно спасать солдаты своих и вашего врага, вот это будет призвание, да. Это не обязательно работа, это может быть призвание. Но свое предназначение вы можете реализовывать в разных местах, в разных профессиях. Ну, для женщин это, понятно, не меньше, чем для мужчин, да. У вас есть предназначение быть матерью, предназначение быть отцом, предназначение быть кем-то большим, да, таким императором в собственной жизни, предназначение любить своих детей. Вы реализовываете это или не реализовываете, да. У вас может быть предназначение что-то делать со своим телом, да, и как-то его совершенствовать. Причем у одних людей это предназначение есть, а у других нет. Поэтому одни совершенно развиваются в своем теле, в своем спорте, в каких-то спортивных достижениях, а другие нет. Это не значит, что одни лучше других или нет. Плохо только, когда человек не реализовывает никакие свои предназначения. Что значит настоящий секс и как учиться ему? Скорее правильно понимать, что учимся мы не просто сексу. Пойти научиться сексу нетрудно. Есть даже такие сексуальные школы. Сходи и научись одному или другому. Или прочитай книжку. Их давно никто не прячет, они на полках лежат. Речь скорее о том, чтобы научиться расслаблять свое тело, про эту спонтанность. И научиться видеть и вообще как-то интересоваться телом партнера. Потому что когда женщина находится в этой такой внутренней скованности, она по сути не чувствует мужчину. Она не понимает, чего он хочет. Этот же процесс на кончиках пальцев. Конечно, мы можем иногда взять голову партнера и направить ее вниз. Но речь же не об этом. Речь о том, чтобы это стало потоком. А соединяться с этим потоком – это действительно искусство. В том числе там... Агрессия в хорошем смысле слова. Потому что для того, чтобы достигать оргазма, это агрессия. Я беру то, что я хочу. Когда у мужчин недостаток агрессии, у них импотенция. Ну, по сути, с английского, если вы будете это переводить, это и будет, как я не могу. Когда у женщины... И, к сожалению, это так. Это не означает, что вам всю жизнь нужно сидеть в декрете и не работать. Нет. Речь не об этом. Речь о том, что сейчас случилось определенное изменение. Это изменение – это рождение вашего ребенка. И в том числе речь о том, что сейчас случилось... То, о чем я хотела еще сказать в силу выбранной темы – это про разницу между желанием и волей. Пересмотреть можно будет потом. Да, и не переживать о том, что чего-то сейчас... Давайте выключим комменты и посмотрим. Так вот, разница между желанием и волей. Потому что это прямым образом связано с обретением материальных благ. Нет ничего плохого в желании, когда оно связано и соединено с намерением. Я об этом на всех марафонах чудес объясняю. Но многие люди считают, что желание – это просто некая фантазия. И для большинства людей желание – это то, что их ни к чему не обязывает. Я напоминаю, что есть такое явление, как космический меркантилизм. И именно потому, что мы все любимы и приняты Господом Богом, мы должны реализовывать то, что Он нам дал. Мы должны, по сути, стать тем замыслом, который Он в нас вдохнул. Но многим кажется, это лишнее. В желании для большинства людей нет никакого риска. А в желании для большинства людей присутствует такое слово, как лень. В желаниях часто присутствует распыленность желаний. Хочу туда, не знаю куда. Или хочу все сразу. И на самом деле ничего не хочу на самом деле. И в негативном смысле этого слова желание – это когда приятненько что-то повоображать. И на этом остановиться. Когда у человека нет воли к тому, что он хочет, а есть только аппетит к тому, что он хочет. И ничем за это он платить не готов. Если же мы говорим о правильном желании, которое соединено с намерением, то это, по сути, есть предназначение. Это воля, которая с этим предназначением соединена. У христианских мистиков, у них не было такого слова «желаю». Это у нас в сказках русских по моему желанию, по щучьему велению, кстати, заметьте. Они употребляли слово «воля». Вот видите, я уже сама нашла правильный ответ. Так вот, у христианских мистиков тоже не было слова «желание», у них было слово «воля». Когда мы говорим в молитве «да будет воля твоя», это, конечно, про отдачу к большему. Но если речь шла об изменении событий по собственному желанию, то «да будет моя воля» или «моя воля и есть закон». То есть человек собирал всю свою энергию для того, чтобы осуществить что-то, и это становилось внутренним законом, которое затем воплощалось вовне. Это про уровень вот этой собранности и соединенности, когда у вас ваш внутренний кубик-рубик собран правильно. И тогда то, что вы хотите, вы об этом, по сути, вовне повелеваете, для того, чтобы это однажды воплотилось в жизнь. Но поскольку, напоминаю я, мы все равно все повязаны, и нам нужно за это заплатить, то может пройти время. Чем грандиознее то, что вы хотите воплотить, и чем грандиознее то, о чем вы сейчас повелели создателю, тем, по сути, больше времени может пройти. Или, по сути, создатель может сказать, «Для этого ты должен отдать мне вот это, вот это и вот это». Вы пойдете, и вы будете это делать для того, чтобы обрести желаемое. Так вот, у воли и предназначения всегда есть риск. Там всегда есть цена, которую вы платите за то, что вы хотите иметь. Многие не хотят ее платить даже на минимальном уровне. 14 тысяч – это так дорого, 17 тысяч – так дорого, 20 тысяч – так дорого. Но нет, еще хуже всего, что оказывается всего 3 месяца теперь. 3 месяца, да, вот 3 месяца. Я не готова работать ни в коей мере. Я не хочу. Я не готов заплатить за это усилиями, не деньгами, друзья. Дело не в деньгах, дело в усилиях. Это тоже важно про самих себя понимать. Почему-то нам кажется часто, что не нужно ни за что платить. Я могу вам сказать по своему собственному опыту, что одним из важнейших изменений в моей жизни было глубокое понимание, что я не буду никогда экономить на своем образовании. И что это единственное, что является самой лучшей инвестицией в себя, которая всегда окупается. Даже если одно слово ты вынесешь, это одно слово может изменить кардинально ход событий. Это то, на чем точно нельзя экономить. Но многим кажется, что нужно. Особенно во времени. Особенно во времени как-то слишком теперь неправильно, не так. Это я тоже уже почитала. Воля и предназначение, в отличие от желания, всегда активны. Желание – это пассивно, приятненько, повоображал и хватит. Когда мы говорим о предназначении воли, это всегда активные действия. Они могут быть разные, они могут быть направленные, фокусированные, более или менее хаотичные. Но, тем не менее, это активные действия, которые вы предваряете в жизни. Даже, может быть, какую-то череду времени вы понимаете, что вы прикладывали их не туда для того, чтобы обнаружить, что так не работает. У меня тоже так бывает, наверное, в своей психотерапии. Когда-то я поняла, что три года я потратила на то, чтобы понять, что тот вопрос, который я внутренне себе задаю, это на самом деле не тот вопрос, на который мне нужно искать ответ. И я не жалею ни о чем, ни о потраченном времени, ни о потраченных деньгах, потому что это была цена, заплаченная за правильный вопрос. На уровне, если мы спустимся с уровня роскоши, на уровень дефицитарности, и опишем дефицитарность через психическое состояние, которое приводит к тому, что у вас или мало денег, или у вас есть деньги, но вы чувствуете абсолютную бессмысленность бытия, это будет вялость, апатия, желание постоянно спать. Это будет такой негативный внутренний комплекс, как обесценивание самого себя. Это будет ощущение, что все не имеет смысла, или ощущение, как будто все ускользает из рук, словно вот где-то там есть жизнь, а я вот так как за стеклышком бутылки, где-то нахожусь и на нее посматриваю. В бутылке может быть и хорошо сидеть, может быть вы сидите в своем Мерседесе, и Мерседес нарядный, красивый, но при этом у вас есть ощущение, что вся жизнь она где-то там, она не внутри вас. Дефицитарность будет связана с трудностями концентрации, то есть такая распыленность сознания, и часто, естественно, распыленность действий, или отсутствие действий и полная апатия. Иногда это всякие бредовые идеи, это тоже дефицитарность. Выйду замуж за мужчину вот из этой рекламы. Если вы думаете, что женщина о таком не пишет, ой, как пишут. Увидела мужчину в рекламе и влюбилась. Это будет такая некая бредовая идея. Или бредовая идея, что я захвачу весь мир. У нас огромное число людей управляют государством на собственной кухне. Однозначно дефицитарность – это безволие. Это когда у вас есть какая-то идея, может быть, еще прекрасная, благая идея, но у вас нет воли, у вас нет ресурса для того, чтобы ее воплотить в жизнь. А потом мы обижаемся, почему же оно не воплощено. Но и дефицитарность – это, конечно, инфантилизм. Когда я слишком маленький для того, чтобы… Инфантилизм можно описать по-разному. Я слишком маленький для того, чтобы что-то делать. Придите и сделайте для меня. Или я слишком маленький для того, чтобы что-то делать, поэтому буду сидеть и плакать. А вы придите и утешайте меня. Ну или никто не придет. Я просто буду плакать один и думать, какой же бедный я. Так вот, подводя какой-то короткий итог, прежде чем мы спокойно разойдемся и подождем другого интернет-соединения, я хочу сказать вам самое главное. Любые чувства дефицитарности означают то, что мне не хватает себя. Другими словами, я просто себя еще не нашел. И это не имеет никакого отношения к тому, что мы пытаемся купить. И многие люди что-то покупают, как будто бы в попытках не заметить самих себя. Но чувство дефицитарности уходит у человека не с появлением денег. Чувство дефицитарности уходит у человека в тот момент, когда он находит самого себя. И огромное число присутствующих людей абсолютно в этом убеждено. Это чувство знают. Этот момент, когда я нашел самого себя. И когда я начинаю делать то, что течет изнутри меня. И в этот момент совершенно не важно, сколько вы зарабатываете прямо сейчас. Важно то, что если это будет сечь, и если вы будете прикладывать определенные усилия для того, чтобы собрать воедино всю систему самого себя, деньги и мироздания, в которые вы вкладываете предназначение, то деньги у вас будут. Вот за этим, в деньги и предназначение, за всем сказанным, для того, чтобы это получить, и можно прийти в последний день по 14 тысяч. Я сделаю вот как. Можно будет в Спросе.фм написать вопросы. Затем мы по вопросам или сделаем посты, или я вернусь из Мексики, и у нас будет череда эфиров, потому что там Господь меня с Wi-Fi не подводит. Понимаете, те вопросы, которые вы сейчас пишете, они же примерно ровно о том, о чем я говорю. Вот кто-то и пишет. Как лечиться от того, что мне нужно купить, для того, чтобы чем-то обладать и даже пользоваться необязательно, лишь бы было. Так ведь речь не о том, чтобы просто купить. Речь о том, чтобы присвоить. Но присвоить вы хотите не вещь. Вы хотите присвоить себе некий статус. А статус вы себе присвоить не можете. Это примерно как человек, допустим, женщина покупает дорогие туфли, и она те дорогие туфли прячет в шкафу, потому что ей выйти в них неловко. Она не может себе присвоить даже тот статус, в кавычках, о котором она мечтает. Но в глубине души она не может присвоить себе, что она сама по себе чего-то стоит. И тогда она пытается описать это вещами. И почти всегда мы это делаем на определенном уровне развития. Может быть, это первая зарплата, может быть, это какие-то первые деньги, которые вы получаете. И вы покупаете себе, не знаю, сумочку, телефон, и вам хочется, чтобы это все видели. Но это просто часть процесса. Затем, когда вы это перерастаете, вы будете покупать себе сумочки, телефоны, машины, квартиру. Вам абсолютно все равно, кто что об этом думает. Вы просто этим распоряжаетесь. Владимир, приехать ко мне, пожалуй, не стоит. Завидую мужчинам, с которыми я встречаюсь. Это дефицитарность, да, и это как раз та проекция, о которой мы говорили в начале, когда вы просто выбираете того мужчину, кем на самом деле, в кавычках, кем вы можете быть. То есть вы выбираете того человека, который воплощает, уже воплощает в себе то, что могли бы развить в себе вы. А задача, чтобы двое воплощали что-то, для того, чтобы это могло соединиться. И тогда 1 плюс 1 становится гораздо больше, чем 2. С точки зрения какой-то простого движения, попробуйте описать своих партнеров по качествам, и попробуйте посмотреть, кого вы пытаетесь собрать по частям. И еще, может быть, вы поймете, что вот вы сама хотели бы это уметь и это иметь. Это просто задача, которую можно там в течение нескольких лет планомерно воплощать. Это очень реализуемо. А затем в какой-то момент у вас будет партнер, который уже это воплощает. И вот тогда это будет некое соединение. И зависти не будет. Не верю в процесс возможности расширения. Как изменить? Опять-таки, изменить можно очень просто, хотя бы посмотрев логически. Конечно, вера – это уверовать. И невозможно человеку, который не хочет уверовать, доказать, что что-то возможно. То есть вы все равно будете говорить, нет, невозможно. Но тем не менее, хотя бы на рациональном уровне самое простое, что можно сделать. Посмотрите, пожалуйста, сколько была ваша первая зарплата и сколько она сейчас. И она, уверяю вас, выросла в какое-то число раз. Может быть, в десятки раз, может быть, в сотни раз, может быть, уже в тысячи тысяч раз. Так вот, это говорит о том, что ваше расширение возможно. Это встроено в вашу внутреннюю ДНК. Как преодолеть дефицитарность? Это путь, о котором мы будем говорить на деньги и предназначение. Это правда путь. Это не просто прочел, и она преодолелась. Это нужно почувствовать. Это примерно как прикоснуться к самому себе или как почувствовать. Можно только почувствовать, что я влюблен. Никто никогда вам не скажет, что ты влюблен, и вы поймете, да, точно, я влюблен. Но влюбленный всегда знает, что он влюблен. Точно так же человек, который любит самого себя, он знает, он чувствует это всем своим существом. Это отнюдь не про то, что он делает, да, какие-то, ну вот какие-то вещи, которые якобы про любовь к самому себе. Завидую тем, у кого есть то, что хочу я. Я просто желаю вам иметь то, что хотите вы, и заплатить для этого необходимую цену. Инфантилизм связан с сепарацией родителей. Конечно, инфантилизм связан с сепарацией от родителей, да, потому что, по сути, это я продолжаю ждать. Я продолжаю ждать, что кто-то вместо меня, или что кто-то для меня. Я на теме про деньги и предназначения, я там еще это объясню в контексте долгов, когда человек думает, или мне все должны, или мне мама должна, мне папа до сих пор должен, или я всем должен, да, то есть вот этот порочный круг начинает с психики переходить на внешнюю реальность. Может ли быть дефицитарность временной? Может быть, вы заболели, может быть, вы устали, а может быть, вы просто временно оказались не на своем месте. Конечно, может быть. Ну, давайте еще один. Поиск призывания связан с самооценкой. Да. И не только потому, что вы должны оценить, кто вы есть, вы должны почувствовать, кто вы есть. Более того, для того, чтобы реализовывать свое предназначение, нужно что-то стоить, да, и нужно еще и назвать эту цену. Там будет такая тема, как связать вообще таланты с деньгами, потому что многие люди считают, что за талант денег не положено, да, или они не умеют брать деньги за свои таланты. Они, может быть, делают прекрасную, замечательную, большую работу, но деньги они за это не берут, или не присваивают, или вообще от них отказываются и как бы помогают другим. И потом им кажется, что их труд недооплачен. Это правда, как вот, ну, вот как есть, да, у вас созвездия, там личный путь, и вам нужно сложить очень-очень много разных звездочек на собственном фюзеляже для того, чтобы полететь. Этого я вам искренне желаю. В апреле и вообще в этом году больше темы денег ни в одном из проектов не будет. любая тема раз в год. Понять, что это правильный путь, выбрать его, идти и почувствовать. И даже тогда, если вы ошибетесь, вы можете выбрать заново. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы терпели этот интернет. И мы зальем эфир в ГТВ для того, чтобы можно было посмотреть, если вдруг что-то еще нужно заново. И если вдруг у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите их, потому что, во-первых, это важно для меня, это важно в том числе, потому что любые ваши вопросы затем учитываются в проекте, а еще потому что мы сможем продолжить. А кто-то там подпрыгивает, чтобы мама похвалила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!